Светящийся многие годы во всех документах, во всех масштабных мероприятиях и, наконец, сердце каждого кыргызстанца. Герб Кыргызской республики радует глаза граждан уже на протяжении 25 лет. Инициатором разработки государственного символа убедил и настроил художника на творчество, вносил правки и корректировки в разработанные ими эскизные проекты, вдохновлял художника идеями, своевременно узнавал мнения депутатов парламента и конкурсной комиссии об идеях и предпочтениях и доводил их до художника. Генерал-майор милиции Запаса Садырбек Дубанаев. «Во время приобретения независимости Кыргызстана я работал начальником УВД Нарынской области. Тогда министр издал приказ о создании собственной эмблемы Министерства внутренних дел. Объявили конкурс. Я лично попросил найти художника, чтобы принять участие в конкурсе. Так начальник экспертно-криминалистического отделения УВД, подполковник милиции Джанузаков, привёл ко мне Абдраева. К сожалению, а может и к счастью, разработанный нами эскиз ведомственного знака МВД в конкурсном отборе занял лишь второе место. Художник подширён приказом МВД денежной премией». По его словам, работа над гербом заняла два года. В комиссию по государственной символике легендарного парламента вошёл 21 депутат. Председатель – известный писатель Казат Акматов. Флаг 3 марта 1992 года. По гербу дискуссии длились два года. До 14 января 1994 года. Наш эскиз под наименованием НУР-19 набрал много хороших отзывов, и конкурсная комиссия выбрала этот наш эскиз герба в числе других пяти эскизов, вспоминает Дубанаев. «Мы с Абдраевым изучили все книги о Геральдике, проанализировали символы других стран. Все обсуждаемые идеи художник реализовал на бумаге. Поначалу основным художественным компонентом был орёл, держащий в когтях копьё. Орёл, держащий тундук-юрты или кокор. Все эти варианты впоследствии мы отвергли. Аксакалу, увидев эскизный проект, заметили, что тундук не может быть в нижней части композиции герба. Его надо переместить наверх, так как в народе было ругательство. А орёл и копьё придавали нашей композиции некоторую агрессивность. К концу 1992 года у нас уже появилось несколько серьёзных проектов эскизов. Депутаты парламента, которым в кулуарах я показывал эскизы, остановили взор на одном проекте с изображением сокола Манаса и отметили, что это действительно находка. Возвратившись из поездки, Садырбек Дубанаев рассказал художнику о мнениях народных избранников. Вдохновившись этим, художник разработал новый эскиз герба округлой формы и сказал, что оно будет в виде иллюминатора самолёта. Принимая во внимание замечания депутатов из Оржской области, в герб внесли изображение хлопка и колосье пшеницы. Обсуждали разработанные эскизы также в кругу семьи. Мой старший сын Бакыт однажды заметил, что у изображённого сокола лапы похожи на окорочка. Вроде бы у всех птиц должны быть шпоры. После этой критики мы с художником специально ездили к сокольничьим посмотреть на форму лапы сокола и внесли соответствующие коррективы. Именно этот вариант НУР-19 утверждён комиссией из 350 депутатов парламента. Наш эскиз поддержали 284. Таким образом, каждый раз внося изменения в эскиз герба, лишь 53-й стал главным образцом. Ну а художник и автор герба Асиин Абдраев скончался в августе прошлого года. Мы решили узнать, что знают о гербе наши горожане. Асиин Абдраев, жана Садырбек Дуванаев. Герб содержит четыре основных элемента – алато, иссыкуль, акшумкар и колосья пшеницы с хлопком. Цветов в гербе тоже четыре – голубой, белый, золотисто-жёлтый и коричневый. В каждом из элементов герба семь составляющих – это любимая цифра нашего народа. Сегодня нашему гербу 25 лет. Дан Сергеев, Пирамида.